Белорусский государственный театр кукол радует минского зрителя уже более 80 лет. Кстати, как говорят сами кукольники, новое время в истории театра берет отчет с переезда из Гомеля в Минск в 1950 году. И накануне Дня театра кукол у нашей съемочной группы появилась уникальная возможность посмотреть, как делаются герои популярных столичных спектаклей. Минчане, гости нашей столицы, сегодня я вам расскажу о нашем театре, о театре кукол. Нашему театру уже 82 года и в него приходили не только вы, ваши бабушки, ваши прабабушки наверняка, но и приходят сейчас малыши и смотрят в нашем театре прекрасные, замечательные спектакли. Но спектакли показывают не просто актеры, но спектакли показывают настоящие куклы. И сейчас я вас приглашаю в музей. В музее нашем собрано около 100 экспонатов и кукол из разных спектаклей. Если вы заглянете сюда, то вы увидите, что в музее нашем собраны экспонаты и куклы совершенно разных систем. Это классические системы, то есть это петрушки, тростевые куклы, куклы-марионетки. Ну, как вы знаете, кукол оживляют и вдыхают в них жизнь настоящие актеры. Очень много спрашивают ребят, что такое макета. Макета – это мини-мини-сцена. Это художник делает эскизы и макет в спектакле в определенном масштабе. Вот такая замечательная батлейка в нашем музее сохранилась. Это батлейка из спектакля «Царь Ирод». Практически самые-самые старенькие наши куклы. Вот они так хорошо сохранились. Дорогие друзья, приходите обязательно в наш театр и в наш прекрасный музей. Вы увидите здесь очень много интересного и любопытного. Придете? Приходите обязательно. Поскольку у нас театр кукол, то основная наша работа – куклы. Но костюмы мы шьем тоже. Вот, пожалуйста, можете посмотреть. Вот они все. Да, это не совсем куклы, это называется «Реквизит». Но вот начали мы с этих лебедей. Это вы, наверное, знаете, да? Мы работаем над спектаклем по мотивам пьесы Чехова-Иванов. Там сцена свадьбы. И вот как олицетворение такого всего прекрасного – это белые лебеди. Пять штук. Вот такого габарита. Представьте, вот мы заняты тем, что делаем вот эти вот перышки. Представьте, сколько их надо. Крылышки, перышки, лебедушки. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!